Добрый день, уважаемые коллеги. Я очень рад возможности сегодня выступать на площадке Директ-Академия. Спасибо Татьяне за помощь в подключении, в инструктаже. Итак, издательство «Интеллект-Центр», обзор электронных книг издательства «Интеллект-Центр» для обеспечения библиотек образовательных учреждений в 2023 году. Я директор издательства «Интеллект-Центр» Мендюк Михаил Борисович. Наше издательство, я надеюсь, многие из вас знают, работает уже давно. В прошлом году мы отметили 25 лет нашей работы на книжном рынке. Конечно, мы выпускали бумажную продукцию, и вот последние два года мы стали сотрудничать с интермедиа-компанией и выпускать электронную продукцию в электронном виде. Ну, вообще, наша миссия — выпускать качественную учебно-методическую литературу по всем предметам, по всем классам для организации учебного процесса, развития интеллектуального потенциала каждого школьника. Мы делаем все наши книжки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии с действующими учебниками, программами. И наши авторы — это сотрудники Российской академии образования, Федерального института педагогических измерений, различных вузов и много очень творчески работающих учителей и практиков. Наше издательство выпускает и учебники, которые входят в федеральный перечень учебников. В настоящий момент у нас два учебника в федеральном перечне. Это учебник «Экономика» для 10-11 классов под общей редакцией Грязновой, Думной и Мироновой. Этот проект мы делаем совместно с институтом. Вот вы видите, наверное, на обложке эмблему «Финансовый университет московский». Авторы — это сотрудники института в основном, которые специализируются на различных разделах. Ну вот, соответственно, в этой книжке каждый специалист писал свой раздел. Здесь охватываются все темы курса экономики. Кроме того, 15 глав, которые там есть, есть очень много дополнительных интересных материалов. Это и проблемные ситуации, и задания для самостоятельного выполнения, и деловая игра, и список тем для описания эссе, и глоссарий терминов, и перечень тем для индивидуальных проектов. То есть, обращая внимание на эту книжку, мы ее делаем фактически с 2005 года, то есть это уже новое переиздание учебника. В новой редакции здесь подключилась Миронова Наталья Станиславовна, это методист, известный специалист из Москвы. Так что книжка, безусловно, очень интересна и будет полезна для ваших библиотек и для ваших преподавателей и учащихся. Также у нас есть учебник «Право» для 10-11 классов, для базового и углубленного уровня. Автор здесь известный специалист Лосев Сергей Александрович. Учебник разработан в соответствии с новыми в ГОС, ориентированный на базовый и на углубленный уровень, содержит все темы, причем которые даже, может быть, и нет в других учебниках. В учебниках такие разделы, как законность и правопорядок, реализация права, банковское право, международное право, изобретательское право. И обращаю внимание, что учебник прошел даже экспертизу в Институте права Российской Академии Наук. Наше издательство, наверное, многим из вас широко известно благодаря проектам, связанным с подготовкой учащихся к итоговой аттестации. Фактически с начала введения экзамена, с 2002 года, мы делаем книжки для подготовки к ЕГЭ и с 2008 года серию книг для подготовки к УГЭ. Вот на этом слайде вы видите, как выглядят эти книги в этом году. Проект мы каждый год, так сказать, переформатируем, делаем новые книги в зависимости от новой демоверсии, от тех изменений, которые происходят в вариантах. В данный момент мы предлагаем, вот вы видите, книжки фактически по всем предметам, включая английский язык, это по ЕГЭ и фактически все такие же книги по ОГЭ. Причем, обращаю внимание, конечно, по ЕГЭ у нас математика на двух уровнях представлена в книгах, это базовый уровень и профильный уровень. Почему наши пособия мы считаем лучшей, не только мы, и наши читатели? И не случайно, видите, мы используем термин ЕГЭ учебник, ОГЭ учебник, потому что в наших книгах мы постарались сделать все необходимое в одной книге, чтобы было для подготовки абитуриента и учащегося выпускника девятого класса, так скажем. Здесь у нас, во-первых, сборники составлены с учетом демоверсии, именно демоверсии этого года, то есть тех экзаменов, которые будут вот 2023 весной и летом 2023 года, и опубликованы на сайте ФИПИ эта демоверсия. Авторы наших изданий – это тоже специалисты или СФИПИ, или Российская Академия Образования, или опытные учителя практики. По математике это, конечно, Московский Центр Некриного Математического Образования. Каждый сборник, вот я сказал, учебник ЕГЭ, он включает и теоретические материалы, и справочные, и достаточно большой банк заданий, которые необходим учащимся и учителям для полной, так сказать, картины, что может быть на экзамене. Безусловно, есть и ответы, и примеры, и критерии оценивания. То есть получается действительно такая полноценная, полноценный учебник для выпускника 9-го или 11-го класса. Соответственно, сборники обеспечивают эффективный тренинг в формате предстоящего экзамена. И, безусловно, универсальный, потому что можно организовывать и индивидуальную траекторию, и групповую работу, и индивидуальную работу с учеником. То есть книжки достаточно удобные, но, что греха таить, и репетиторы ими пользуются активно. Вот, действительно, потому что они удобны для использования и для эффективного, так сказать, повторения, отработки материала и так далее. Еще одна серия, которая представлена у нас в издательстве, это серия книг решения заданий повышенного и высокого уровня сложности. Как получить максимальный балл. Вот так выглядят эти книжки, как вы видите сейчас на слайде. Каждое пособие здесь тоже содержит необходимый теоретический материал именно повышенной сложности, то есть какие-то сведения включаются в справочные материалы, методические рекомендации, образцы решений сложных задач, что очень важно, безусловно. Необходимо для оптимальной подготовки количество этих сложных заданий, есть по каждому разделу, по каждой теме, и ответы ко всем заданиям. То есть эти сборники обеспечивают именно подготовку для сильных учащихся, и позволяют им получить максимальный балл в дальнейшем на экзамене. Ну вот совсем недавно, практически перед Новым годом, вышла обновленная книга. То есть у нас было предыдущее издание в 2019 году, но за это время уже многое поменялось в подходах к задачам на экзамене ЕГЭ по математике, и, соответственно, мы сделали новую фактически книгу, новую редакцию. Видите авторы, это Ященко, Высоцкий, Семенов, все те, кто составляет непосредственно и варианты экзаменов. И обращаю внимание, что это пособие у нас прошло официально научно-методическую экспертизу, и получило оценку института ФИПИ, что вы видите на обложке отмечено. И, безусловно, здесь есть характеристика основных типов заданий повышенного уровня, их достаточный материал для отработки этих заданий, разбор, что я сказал, важно, и всех видов практически заданий, которые вызывают затруднения учащихся, и достаточное количество заданий и для тренировки, самоподготовки по всем содержательным блокам раздела математики. Так, сейчас, минуточку. Да, нет этого слайда, но я просто скажу, что сейчас мы делаем тоже обновленную версию для книжки по русскому языку. «Русский язык» у нас автор тоже замечательный, Драбкина Светлана Владимировна, многие ее знают, это специалисты из Москвы, входит в состав и комиссии ЕГЭ и так далее, и наш ведущий автор по многим позициям. И вот сейчас мы готовим такую же книгу, которая тоже будет проходить экспертизу ФИПИ, это по русскому языку, значит, она у нас, наверное, планируется вот в феврале-марте, надеюсь, все-таки уже выйдет. Так, и мы успеем к этому сезону тоже, чтобы вы с ней смогли позаниматься. Вот автор как раз Драбкин и Субботин, известно также вам, наверное, по вот этой серии книг, допуск единого государственного экзамена и итогов сочинения по литературе. В этом году, вы знаете, там три открытых было направления тем сочинения, и хотя это вроде как и уже прошло мероприятие, но тем не менее книжка такая есть, и, безусловно, она будет полезна и для тех, кто будет сдавать, и готовится в следующем году, и для учителей, но и для тех, кто, к сожалению, не сдал, и кто сейчас вот готовится к пересдаче, насколько я знаю, там, по-моему, в феврале, и какие-то есть повторные возможности пройти сочинение, вот это, так сказать, вот это испытание. Эти же авторы Драбкин и Субботин, кстати говоря, это авторы не только теоретики, и они практики, они работают в школе, и это очень важно, и многие наши авторы, учителя, которые непосредственно каждый день встречаются с учащимися, и каждый день они знают, какие вопросы возникают, какие трудности у учеников, и поэтому, безусловно, в своих разработках они все это учитывают, и весь свой большой педагогический опыт они передают именно через книжки вам и, соответственно, вашим ученикам. Вот эта серия у нас очень пользуется большой популярностью с 5 по 11 класс, практику по орфографии и пунктуации, готовимся к Я и ЕГЭ, практически весь курс русского языка, здесь все четко систематизирован, все правила отрабатываются, в течение каждого года можно заниматься по этой книжке, и действительно, учителя, которые используют этот методический комплект, потом уже, соответственно, меньше проблем и в сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Безусловно, здесь очень много интересных занятий, заданий, и опорный теоретический материал, как я сказал, повторяются необходимые всякие моменты, и хороший тренинг по этим тетрадкам получается. Еще один слайд, на котором представлена, вот видите, большая серия книг. Это еще одно испытание, которое ждет учащихся с 4 фактически по 8 класс. Это материалы для подготовки к ВПР, Всероссийская проверочная работа. В этом году, она уже, по-моему, с 15 марта начинается в разных предмет, по разным предметам, до 20 мая проходит. Насколько я помню, фактически 4 класс вот сдает все 4, все 3, простите, предмета, русский, математика, окружающий мир. В 5 классах, 6 и далее русский, математика, идут обязательные предметы, дальше идет там по выбору, школы или там региона, кто-то выбирает биологию, кто-то историю и так далее. А мы представляем весь спектр книг и весь спектр возможных, так сказать, книг для подготовки к различным видам аттестации ВПР. То есть, видите, у нас здесь книжки и по начальной школе, естественно, и по 5 классам, 6, 7 и 8, и физика, и стихия, и английский и так далее. Обращаю внимание на то, что многие наши книжки, вы видите вот сверху такая эмблемка, это прошли тоже официальную экспертизу ФИОКО. ФИОКО – это Федеральный институт оценки качества образования, где непосредственно разрабатываются варианты для проведения ВПР. И вот в этом институте мы проходим экспертизу, то есть наши варианты в книгах полностью соответствуют демоверсиям, которые предлагаются вот на сайте ФИОКО. Посмотрите, безусловно, это полезно и нужно, чтобы понимать, с какими знаниями ученик в конце каждого года обучения должен подойти, какие виды заданий он должен выполнять после, так сказать, полного курса обучения, соответственно, 4, 5, 6, 7 или 8 класса. Еще один проект, на котором я хотел остановить внимание, буквально, вот, по-моему, в феврале должно быть испытание, где-то в начале февраля, русский язык итоговое собеседение, 20 вариантов, это испытание для 9-ти классников. И к этому испытанию, конечно, они смогут успешно подготовиться с нашим вот этим проектом. Дергилева Жанна Ивановна, тоже кандидат филологических наук и учитель практик. Одно из московских школ предлагает вот 20 вариантов итогового собеседования, аналогичных образцов, которые размещены на сайте ФИПИ тоже. Здесь есть инструкция по выполнению, пособие, безусловно, хороший тренинг и, безусловно, полезно для учащихся 9-х классов и, конечно, окажет помощь учителям в организации работы на уроках. Это же автор Жанна Ивановна у нас предлагает книжки. Видите, русский язык, 5-6 класс, 7-8, практикум по анализу текста. Текста, где идет разбор текста тоже в формате всероссийской проверочной работы. Это вот часть 2-я работы ВПР. И Жанна Ивановна у нас, кстати, автор именно из серии книг по русскому языку ВПР с 5-го по 8-й класс. И отдельно вот есть проект именно по работе с текстом. то, что часть 2-я в работе ВПР. Различные направленности текста, стилистические, там, информационные, художественные и так далее. Вопросы к ним, работа с ними и прочее. И новый проект, который мы фактически вот начали в этом 2023 году, ну, с конца 22-го. Первая книжка по этому проекту тоже вышла. Тоже Жанна Ивановна Дергирьева. Смысловое чтение. Анализ текстов разных стилей. 5-й, 6-й, 7-й, 8-й класс. Обращаю внимание на эту новую серию. Сейчас мы готовим уже 6-й класс. И, соответственно, весной планируем выпустить и 7-й, и 8-й класс. Мы стараемся вообще делать серии книг, чтобы уже и учителям было удобно работать, и ученикам уже в определенной системе, так скажем, работать с нашими книгами. Предложенные варианты, в книгах дается по 10 вариантов по задумке автора, дают возможность учителю реализовать задачи, связанные с процессом чтения. То есть это поиск и анализ информации, критическое оценивание фактического материала, умение перевести условия задач, сформулированных с помощью обвиненного языка на язык предметной области, умение находить нестандартный способ решения, умение делать самостоятельные выводы и выражать их в форме связанного, логически упорядоченного и структурированного устного или письменного текста. То есть вот именно работа с текстом, и Жанна Ивановна в этом, конечно, большой специалист, и это ее и научные интересы, и интересы учителя практика, конечно, позволяет, очень важный этот момент, вот смысловое чтение, оно помогает не только в предмете русского языка и литературы, но что греха таить на экзаменах и по ОГЭ, и по ЕВЭ, по другим предметам, где есть определенные текстовые задания, достаточно большие, ученики иногда не могут в тексте даже, так сказать, найти что-то важное, и главное, что им понадобится для решения вопроса по другому предмету. То есть работа текстом по русскому языку и литературе, она, в общем, очень важна и для успешного усвоения всех предметов, изучаемых в школе. Обращаю на это ваше внимание. Еще один проект, в котором приняло участие участие учителя практики во главе с Фирстовой это преподаватель педагогического университета московского, замечательного, в котором я тоже учился когда-то и заканчивал этот факультет, математический факультет. И вот авторы предлагают, авторы тоже, учителя, все практики, которые работают в школе, предлагают материалы для углубленного изучения математики. Это новые дидактические материалы, интересная подборка упражнений, которые проходят апробацию сначала у себя на уроках, классах, а потом, так сказать, этот опыт уже передается, систематизируется. И мы сделали такие вот замечательные книжки с хорошим набором заданий, конечно, ориентированные на учеников, которые интересуются математикой. И, безусловно, это будет хорошее подспорье для учителей, которые готовят таких учеников, так сказать, повышенного уровня математики. Так. Ну, заговорили о математике, мои любимые теперь. И, конечно, хочется представить еще один проект. В этом году нам повезло. Он с нами стал работать новый автор, Александр Александрович Прокофьев. Это доктор наук, автор многих более 300 книжек. И преподает он в институте и преподает в профильных математических классах. И мы вот сделали уже несколько книг, которые я сейчас хочу представить. Это курс алгебры и начало математического анализа в инженерных классах. Вы знаете, такие классы есть. Возможно, они есть и в ваших школах, и в ваших средних учебных заведениях тоже есть, так скажем, такое направление инженерное, инженерные классы. И, безусловно, эта новая книжка, которая вот только вышла в январе, фактически вот, в ближайшую, на прошлой неделе, так скажем, она, безусловно, будет полезна, потому что здесь учебника как такового сейчас нет. он давно издавался, как я понимаю. Но вот эти дидактические материалы и методические указания безусловно помогут учащимся и учителям, которые вот занимаются в этой программе инженерных классов. Обращаю внимание на эту книгу. И еще одна книжка, которая буквально вот на днях уходит печать, и, соответственно, я надеюсь, уже мы ее увидим практически в начале февраля. Это стереометрия, подготовка к ЕГЭ. Книжка по стереометрии, безусловно, будет полезна и выпускникам, которые готовятся к сдаче ЕГЭ, потому что геометрия вызывает определенные затруднения учащихся. А в этой книге дается очень большой банк заданий, задач практически все темы курса стереометрии охватываются, и плоскости, и фигуры, и так далее, и сечения, и прочее. Поэтому обращаю внимание на эту книгу и на этот наш новый проект, который тоже мы сделали вот с Александром Старшим Прокофьевым. Ну, еще вот есть книжки по геометрии у нас, которые уже прошли испытания временем. Уже есть, так сказать, те, кто любит эти книжки и кто по ним занимается. Практикум по планиметрии Лосков и Гупова, это преподаватели педагогического Московского университета. И по стереометрии тоже практикум, где хорошее тоже очень полезное для занятий подборка, включающие справочные материалы, и примеры, и рекомендации, образцы решений, и много тренировочных задач, которые, в общем, безусловно, помогут для подготовки тоже к экзаменам. Еще один проект новый, мало у кого есть, тоже такой, наверное, это новый предмет, индивидуальный проект, 10-11 класс, тетрадь практику. Здесь, вот посмотрите, пособие для, по выполнению индивидуальных проектов, то, что здесь четко расписано внутри каждого занятия, выделена и полезная информация, ответ на вопросы, и итоги, как планировать проектную, так скажем, работу, как ее, так сказать, осуществлять, как писать отчет и так далее. То есть вся структура работы по индивидуальному проекту здесь, в этих тетрадях, все можно найти. Видите, еще у нас, конечно, фактически по всем предметам много интересных книг, и по истории книжка очень актуальна в наше время, героические страницы воинской истории Отечества, тематические диагностические работы, 10-11 класс, автор, известный тоже, и историк общества Веткишенкова, Ольга Павловна, безусловно, здесь 10 вариантов тематических диагностических работ, которые вот связаны с историей России, и Великой Отечественной войной и так далее. Посмотрите эту книгу. Вот такую мы делали книжку, она сейчас может быть не очень актуальна, но тем не менее очень интересное историческое сочинение, историческая эпоха, исторический портрет. Здесь вот то, что сейчас я понимаю, этого задания нету, в ЕГЭ, но тем не менее, здесь в книге 62 готовых сочинения, 41 по личностям и 21 по эпохе. Я думаю, для изучения истории эта книга в любом случае для историков, учителей и учеников будет очень полезна и интересна. Ольга Викторовна, Ольга Викторовна, извините, Кишенкова, технология написания сочинения по обществу знанию, 10-11 класс, еще один проект, потому что действительно вот это в экзамене самый сложный вопрос написания, сочинения там, и соответственно отдельную книжку мы посвятили этому вопросу, самого сложного задания по ЕГЭ, написания и сочинения по обществоведческой теме. Здесь различные блоки, различные примеры, безусловно, книжка хорошая помощь тоже для ученика и в работе учителя. Английский язык у нас тоже есть, интересные пособия, интересные авторы, а вот большая группа авторов, учителей тоже практиков, 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 это во главе с Юлией Алексеевичем Смирновым, известный специалист, тоже Московский Центр качества образования он работает, и вот сделана такая серия со 2 по 8 класс, в единой, так сказать, парадигме готовиться к всероссийской поверочной работе в едином ключе, интересные тетрадки, посмотрите, для диагностики знаний, есть и грамматический справочник, и варианты ответов, и аудиокурс, аудиоприложение к каждой тетради, в общем, материал очень полезный, будет интересен для педагогов и для учеников. Еще один проект Веселова Юлия Сергеевна, это наш ведущий автор по английскому языку, автор, который делает книжки ЕГЭ-УГЭ, и, соответственно, со своей коллегой они сделали еще английский язык для старшеклассников под готовкой к ЕГЭ и не только. И не только это имеется в виду к различным видам экзаменов, в том числе это международных и прочее, ну, вот такая книга очень серьезная, интересная и полезная, безусловно, обращаю на нее внимание. Ну, и, наверное, с этого надо было начать, но мы этим будем завершать. Конечно, основы всего, что ученик, так сказать, получает в школе, закладываются фактически в дошкольном и в начальной школе. И вот у нас по этому направлению тоже есть определенное предложение, развивающая литература для дошкольников. Я готовлюсь стать учеником тетрадь для психологической подготовки. Тоже здесь наши авторы, это учителя практики, которые работают в школе в северо-восточном округе Москвы. Вот такие тетрадки, безусловно, здесь есть упражнения, различные игры, и тетрадь, безусловно, будет полезна и психологам, и тем, кто работает по дошкольному обучению, конечно. еще один проект. Уже 20 лет мы фактически делаем вот эти тетради, они пользуются определенным спросом и хорошими отзывами. Это интеллектика, автор, известный психолог ЗАГ, это систематический курс формирования универсальных учебных действий учащихся первых и четвертых классов. Четыре тетрадки, один раз в неделю, отработанный курс. Здесь есть задания и на комбинаторику, так скажем, и на логические задачи, выбор одного, какие-то найти общие, найти разные предметы, ну, в общем, все, что необходимо для детей, и проводилось исследование те школы, которые работают по этому курсу, как дополнительному или включают его программу, у детей повышается соответственно уровень обучения и по основным предметам, и по математике, и по русскому, и так далее, потому что общие основы работы с универсальными учебными действиями, они помогают, конечно, и в освоении всех предметов в начальной школе. Еще одна книжка, видите, две даже книги, значит, которые вышли фактически сейчас, у нас в этом году, буквально в декабре и в январе, интеллектуальные игры и развлечения для детей 11-14 и для детей 80-ти лет. Анашина, это преподаватель Леонина Юрьевна, преподаватель дополнительного образования, ведет специально занятия с детьми, так сказать, на базе центра, и она опытный специалист, много лет работает в этом направлении, сделала такие различные игры, развивающие игры, викторины, игры со словами и так далее. Здесь общие знания по многим разделам, так сказать, предметов охватываются. В общем, обратите внимание, это очень интересный проект и очень хороший досуг для вас и ваших учеников, и, безусловно, книжки очень полезны и для библиотек именно школьных будут, потому что действительно для внеклассной работы это замечательные книги. По начальной школе недавно мы выпустили тоже вот эту серию «Читательская грамотность», «Учимся понимать текст», «Тренажер в формате Пирс», автор, известный специалист здесь, Волкова Елена Васильевна вместе со своей коллегой, Ковальчук, Елена Васильевна Волкова, это председатель ассоциации учителей начальных классов города Москвы, и мы с ней давно сотрудничаем по разным проектам, вот это наш, так сказать, надеюсь, не последний, но последний вышедший проект, это вот эти книги, здесь очень интересные тетради, а первая тетрадь, она связана с текстами художественных произведений и заданий к ним, а вторая тетрадка, здесь представлены информационные и познавательные тексты и задания к ним, ну, то, что я говорил, да, работа с текстом, это вот, она начинается в начальной школе, ну, и продолжается, вот, потом, как у нас, вы заметили, в издательстве, уже и в средней школе, то, что я говорил, смысловое чтение и прочее. Еще один проект начальной школы, здесь авторы учителя практики тоже это, сделали этот проект под руководством Ольги Павловны Клементьевой, начальная школа, Тимсик и его друзья, такое название, вы понимаете, Тимсик, это от слова Тимс, это международные исследования по математике, естественно, естественно, научной, так сказать, грамотности, естественно, знанию, соответственно, эти книжки у нас тоже представлены с первого по четвертый класс, все задания разработаны с учетом подходов к международным исследованиям Тимс в оценке образовательных достижений учащихся, состоит фактически два раздела здесь математика и естество знания, разбитые на блоки учебно-познавательной деятельности от знания до применения и до рассуждения, различные разнообразные многоаспектные задачи, безусловно, в соответствии с действующими в ГОС, и, конечно, они будут полезны и учителям, и обучающимся, и родителям для занятий с ребятами в свободное время, так скажем, неклассная работа, тоже возможно использование, по-разному можно использовать эти тетрадки. Еще один проект, это же группа учителей, это школа Аметист, это частная школа, и вот функциональное чтение 1, 2, 3, 4 класс, мы сделали эти тетрадки рабочие, обращаю внимание, каждая тетрадка немножко разной тематики, тексты там представлены, первый класс это в мире доброты, второй класс мир животных растений, третий класс открытия и изобретения, четвертый класс люди и профессии. Тетради тоже можно использовать и как на уроках, и на классных чекцах, и для индивидуальной работы, и в неурочное время и прочее. То есть здесь возможны варианты, и это соответствует тоже исследованиям ПИРС, это работа грамотность чтения, работа с текстом, понимание текста, обращаю внимание на это, очень интересную тоже относительно новую серию, вот несколько лет назад у нас эти тетрадки только выпущены фактически, и я думаю, они будут тоже интересны для ваших школ. И вот еще одна книжка этих же авторов, мой помощник в работе над ошибками, здесь все правила русского языка, там около 50 правил систематизированы, основные ошибки, и как их, так сказать, избежать, такая очень полезная книжка, безусловно, этот помощник будет для ваших учеников в работе. А вот то, что я говорил о Волкове Елене Васильевне, и здесь подключалась тоже большая группа ее коллег, учителей начальной школы города Москвы, из разных школ, и руководила проектом Наталья Борисовна Фомина, это специалист Московского педагогического государственного университета, сделаны такие тетрадки, тематические проверочные работы, непосредственно ориентированные на стандарты, на ВПР, на НИКО. Здесь ценность этих тетрадей в том, что здесь содержатся задания, разработанные на основе КЭС, то есть контролируемых элементов содержания, то есть каждое задание, есть соответствующие таблички в книжке, они проверяют определенное содержание, то есть именно отработку по всему федеральному стандарту, соответственно, и, конечно, что полезно в тетрадках, ну, вообще во всех наших книжках, в основном, мы делаем обязательно ответы, решения, чтобы и учителям было легче в работе, и чтобы родители могли с ребятами заниматься самостоятельно, то есть в этих тетрадках тоже, есть безусловно ответы и указания, и по русскому языку эта же группа авторов сделала под руководством Волкова и Фомино сделали серию проверочной работы русский язык ПИРа 2-й, 3-й, 4-й класс, тоже, соответственно, с учетом национальных исследований, подходов и международных исследований ПИРС, то есть такая комбинированная здесь тетрадка получается, то есть есть и простые задания, от простого к сложному достаточные задания, ну, то есть на разного уровня учащихся, и здесь можно осуществлять и индивидуальное, так сказать, дифференцирование, подход, и групповую работу, и так далее. И по окружающему миру здесь подключена, видите, команда и учителей Москвы, и Ольга Павловна Клементьева здесь участвовала, соответственно, сделаны тетрадки по окружающему миру, мониторинг и сформирование естественно научной грамотности. Тоже очень интересный проект, тоже в соответствии и с одной стороны с опорой на ВГОС, на задания, которые соответствуют нашим стандартам учебникам и программам, а с другой стороны здесь же встречаются и задания все-таки повышенной сложности это и ТИМС, и ПИРС, и международные исследования и так далее. То есть обращаю внимание и на этот проект. Говоря о начальной школе, хочется сказать и вот об этой серии книг диагностика читательской компетентности. Здесь автор Долгова, она тоже учитель практик, с большим опытом работы. здесь тоже подобраны очень интересные художественные тексты из разных произведений и к ним сделаны соответствующие различные интересные задания по работе с текстом и безусловно эта книжка кстати скажу очень большой популярностью пользуется этот проект и очень востребованы эти книги в работе в школах обращаю на это внимание. Ну и вот то что я говорил вы видели общий слайд вот здесь отдельно выделено это отдельный слайд это вот книжки что важно в завершении четвертого класса это всероссийская проверочная работа для четвертого класса это очень важно потому что это как бы ступень обучения начальной школы заканчивается и вот эти три основных предмета русский математика окружающий мир ну чтение это отдельная так сказать песня я об этом уже предыдущий слайд говорил но вот по этим предметам обращаю внимание на вот эту серию пособий все пособия получили положительную экспертную оценку фиока в книжках есть критерии оценивания учебных достижений примерные варианты в соответствии с демоверсией и обязательно ответы к ним то есть безусловно по этим книжкам можно хорошо и повторить весь материал как раз сейчас уже в конце учебного года и подготовиться к ВПР и позаниматься может быть и по окончании четвертого класса самостоятельно если что-то пропущено с родителями то есть отработать чтобы уже прийти в среднюю школу с хорошими знаниями с хорошей основой по этим предметам для освоения всех уже других предметов в средней школе еще один проект который прошел испытание временем потому что вот видите девочка на этой картинке это дочка автора Владимира Николаевича Погодина математические разминки и эта дочка уже по-моему сейчас закончила институт то есть у нас уже этот проект по-моему более 20 лет но тем не менее он актуален здесь все основные так сказать правила и для устного счета для хорошей организации работы на уроке буквально 5-7 минут и помогает как бы эти тетрадки в дальнейшем в освоении всего курса математики и начальной школы и дальше потому что без быстрого хорошего счета и так далее вычислительных навыков учеников начальной школы дальше в общем большие проблемы возникают и при изучении и математики и физики и других предметов поэтому вот такой интересный проект который пользуется тоже очень большим спросом вот эти наши тетрадки ну где купить наши книги в бумажном виде это вот вы видите этот слайд ну а в электронном виде конечно вот фирма универс обращаю внимание безусловно многие наши книги здесь представлены посмотрите еще раз этот слайд на нашем сайте можно посмотреть найти регион высветиться посмотреть если там партнеры если там вдруг какие-то проблемы то можно все заказать в интернет магазинах или вот как самый то что мы говорим сегодня может быть такой прогрессивный удобный способ это электронная покупка книги через наших вот партнеров электронные книги издательства можно купить в интернет магазине вот электронных изданий электронный универс и безусловно вот на этом слайде вы видите электронная книга то о чем мы сегодня с вами говорим безусловно имеет ряд преимуществ которые видите на этом слайде почему электронные издания в чем-то может быть лучше чем бумажный лист преимущество видите выделили наши вот партнеры это легко купить не выходя из дома электронные издания снабжены навигационным меню не занимают места в квартире сумки можно читать на различных устройствах на них легко перенести тот или иной фрагмент в рабочий материал текст легко увеличить и приспособить к своему так сказать восприятию зрения электронные книги как правило существенно дешевле своих бумажных аналогов ну я бы добавил еще сюда что электронные книги ну бывает что вот у нас какой-то проект допустим ну в силу так сказать разных причин там или закончился может быть ну нет смысла их печатать но тем не менее электронные версии еще можно пользоваться или наоборот еще книжка готовится может быть еще там долгий процесс по печати а уже в электронном виде ее можно посмотреть даже быстрее чем может быть бумажным то есть ну в общем разные есть варианты но еще самый главный вариант у нас же ну все-таки есть еще такие отдаленные может быть районы где достаточно проблемно там с доставкой сейчас вот там морозы где-то 50 градусов где-то еще там что-то навигации и прочее человек имея возможность доступа в интернет может достаточно быстро и легко официально купить нашу книгу и уже ей пользоваться особенно допустим уже сейчас как бы скоро экзамены и так далее а времени уже нет а книжку надо приобрести и иногда конечно электронная версия это очень быстрая возможность вот именно быстрая возможность и доступность для любого отдаленного региона где может быть и нет даже к сожалению есть такие места где нету книжного магазина в ближайших так сказать 50 или сколько-то километров но а вот книга нужна и материал нужен и для работы учителя и для ученика и безусловно здесь электронный продукт вот я считаю тоже очень важный момент который на который надо обратить внимание ну фактически на данный момент у нас передано из нашего ассортимента 109 электронных изданий на электронные возможности закупки и мы постоянно расширяем пополняем передаем электронные версии книг нашим партнерам для их соответственно для того чтобы вы могли их приобрести в электронном виде то есть безусловно я думаю что это важно и я очень рад что мы вот несколько лет назад занялись этой работой и стали так сказать предлагать нашу продукцию в электронном виде и я просто вижу по данным что это интерес все время растет это направление развивается и я думаю что после нашей встречи тоже у нас появятся новые так скажем покупатели интересы мы хотели бы работать безусловно и с библиотеками не только с частными так сказать чтобы наши книжки были в библиотеках электронных ваших учебных заведений чтобы ими могли пользоваться в течение года или там какого-то срока ваши учащиеся и учителя то есть такая работа я знаю сейчас тоже проводится так называемое обеспечение библиотек и в рамках этого мы и сегодня проводим с вами встречу так что я думаю что здесь у нас есть перспективы сотрудничества и безусловно электронная книга должна иметь свое место в ваших заведениях учебных и так далее ну я очень рад показать вот этот последний слайд обратите внимание на наш сайт интеллект центр здесь вы можете всегда посмотреть всю информацию о нашем ассортименте о наших мероприятиях о наших партнерах регионах и так далее вот наша почта можете нам писать свои вопросы пожелания телефон соответственно факс мы находимся в городе Москва вы можете у нас осталось где-то наверное пять минут задать свои вопросы какие-то написать пожелания было ли вам интересно я вот смотрю что-нибудь напишите ну если вопросов нет то или они вдруг возникнут потом то в общем мы открыты для контакта а Татьяна можно добавить несколько можно Татьяна конечно а Александр Яковлев то с нами да пожалуйста если кто-то хочет что-то добавить какие-то мысли так сейчас я посмотрю Михаил Борисович вопрос во вкладке вопроса давайте я вам его просто озвучу Людмила Киселюк спрашивает кто-то добавит версии новых учебников по истории 10-11 класса о которых заявлял глава Минпросвещения Сергей Кравцов я не имею никакого отношения ни к этим учебникам ни министерству просвещения так сказать у нас частное издательство вопрос у вас будут выпускаться такие учебники новые спрашивать по истории 10-11 класса новые учебники я не в курсе а вопрос у нас ну пока нет мы пока нет и Александр Григорьевич Яковлев у нас хотел пару слов добавить Александр Григорьевич присоединяйтесь это директор агентства электронных изданий интернедиатор недавно был его вебинар и ссылочку на вебинар по комплектованию тематическими коллекциями я вам чат тоже сейчас скину можете посмотреть очень интересная тема как раз связанная с нашим сегодняшним вебинаром и Александр Григорьевич присоединяйтесь к нам ага так все подключили ага добрый день коллеги хотел не в так практическом плане добавить применительно КБС университет библиотек онлайн дело в том что если мы пройдем на вкладку коллекции издательств и увидим там список издательств мы издательство интеллект центр не увидим оно находится на следующем уровне там где указано наше агентство агентство электронных изданий интернедиатор надо кликнуть на наше агентство и тогда будет список наших сводных коллекций издательских коллекций издательство интеллект центр имеет представленное издательской коллекции 110 книг вот почему-то Михаил Борисович 109 насчитал а я насчитал 110 но не знаю почему такая погрешность вот 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 это издательская где собраны все вот эти издания их можно приобрести одновременно и еще у нас есть сводные тематические коллекции которые более дифференцированные они разбиты по предметным областям и по ступеням образования соответственно вот объединено там несколько издательств издательства ваку издательства интеллект центр издательства ст пресс школа и так далее вот несколько издательств они взаимно дополняют друг друга если где-то вот одного издательства где-то какая-то тема или какой-то вид издания недостаточно разработан то дополняется книгами других издательств вот и соответственно вот там можно более 20 сводных тематических коллекций посвященных школьной тематике можно найти в этом списке если вот раскрыть по вкладке еще раз скажу вкладка издательские коллекции после этого проходите ниже на агентстве электронных изданий интермедиатор раскрываете и дальше вот эти школьные коллекции там будут списки и издательская коллекция интеллект центра вот и кроме того значит напомню что две недели назад вот Татьяна выложила ссылку я делал проводил свой вебинар вот и там была приложена и презентация моя и был приложен список коллекции в том числе с указанием их цен вот и цен и аннотаций и вообще вот как бы более подробное описание конкретно коллекции всех сводных и также издательских вот но это вот то что я хотел добавить в практическом плане тем кто заинтересовался именно данной тематикой вот спасибо спасибо